друзья всем привет смотрите знаешь какая ситуация вас много я один вот всем как говорится не угодишь да в плане вот ты не снял кто-то не снял это давайте так сегодня первое число 1 июля мы с вами пойдем мы с вами начнем по порядку начнем от самого маленького да и такие кары потом возьмем седаны универсалы хэтчбеки минивены микроавтобусы джипы то есть там здоровые микроавтобусы все по порядочку дал как раз с первого числа прям давненько такого сюжета не было будет такой мини-сериал да по всему авторынку зеленый угол и сегодня мы начнем с вами скейткар если честно я очень надеялся вот на вот эту стоянку потому что здесь их стоит довольно таки много но еще рано вот и к сожалению вот раньше на этой стоянкой были указаны цены на автомобиле сейчас они не указаны вот но примерно да вот чтобы понимали диапазон цен я вам расскажу смотрите мира есть один из самых таких ходовых надежных кейкаров стоимость таких автомобилей на авторынке не только на авторынке мы сейчас говорим за пробежные автомобили по городу начинается от 350 тысяч рублей но данный экземпляр это не дай хацу мира есть это пиксис и пач это то же самое автомобили один в один это кейкар объем двигателя 07 вариатор есть передний привод есть автомобиль и 4 воды то есть от 350 тысяч рублей следующий автомобиль идет это suzuki alto 5 дверей свежий кузов смотрите ценовая политика данных автомобилей от 285 тысяч рублей 285 тысяч но это будет самая простая комплектация на крутилках и на роботе за 285 тысяч рублей согласитесь все равно неплохо да представляете сколько стоит автомобиль в японии если здесь в россии окончательная цену не окончательная цена да на продаже 285 плюс какая идет пошлина на автомобиле получается что копейки вот если бы не было пошлин до сколько бы он стоил я думаю очень дешево дальше смотрите идет honda nvgn n wagon все называют такие автомобили по разного стоимость таких автомобилей начинается от 450 тысяч рублей но вы должны понимать да то что я вам сейчас озвучиваю ценники по самому низу рынка я конкретно не говорю за данный автомобиль там еще за что-то но это не с рынка и скажем так идеала вы не найдете да за эти деньги точно также автомобили передний привод есть 4 воды 4 воды для кейкаров это вообще отдельный разговор реально просто отдельный разговор практически не найти их очень очень мало смотрите как тут поступили привет ребят 458 тысяч рублей стоит данный автомобиль я на это сразу внимание не обратил фишка да сзади указаны цены я-то знаю почему да из рук 4100 тысяч рублей да из рук тоже один из таких популярных кейкаров у него высокая крыша и сдвижные боковые двери очень хорошо москва берет москва челябинок прям вообще на ура расхватывают такие автомобили дайхатсу хайджет задний привод автомобили 4 в.д. тяж три штуки стоит вот этот какой-то новенький модный это такой грузовой автомобиль неважно деревня город там село куда угодно как бы если честно в семью в семью я бы наверное не купил такой автомобиль но если что-то перевозить там знаете на рыбалочку на конь то почему бы и нет кстати на рыбалку вообще клёв база короткая 4 воды и в принципе я вам не мину как бы я не могу сказать то что он прям низкий 409 тысяч это да это 425 а это стоит семнадцатый год 468 тысяч первый раз вижу хайджет во первых такой модный во вторых сонарами еще с модной накладкой так ладно дальше что у нас идет дальше у нас идут с вами дэйзы дэйза начинается по цене от 380 тысяч рублей это за среднее состояние на ну и за самую простую комплектацию сейчас посмотрим сколько стоит данный дэйзик вот пожалуйста разговаривал про 4 воды вот стоит перед нами 4 воды в семнадцатый год 410 тысяч рублей свежий автомобиль ребят семнадцатый год все вот про что мы сегодня говорим про вот эти автомобили это все автомобили 07 вот еще один дэйзик стоит но это уже идет передний привод сейчас будем сравнивать цену три с половиной балла 98 тысяч пробег шестнадцатый год и четыреста тысяч рублей альта шестнадцатый год единственно вальта конечно мне вот сидушка сзади не нравится но честно говорю как есть но опять же вот если многие уже привыкли toyota rush dayhatsu бегу dayhatsu мира toyota пиксель да то что это одинаково автомобили вот смотрите стоит mitsubishi стоит nissan полностью одинаковые автомобиль и полностью просто все привыкли то что дэйс и дэйс вот стоит перед вами тот же самый дэйс только mitsubishi один в один тойота танк toyota rumi subaru justy тоже одинаковые автомобили но это уже классом повыше да наверно чем кейкар поэтому переключимся немножко ниссан рук с голубой все они знание есть такие модные прям а вот кейкары да как не крутите согласитесь они модные они клево смотрятся со стороны цены у нас кончились а кейкаров по навезли я сейчас поговорил с продавцом появляются кейкары на авторынке многие просили хочу джипа денег нет ребят все по порядку все будет обязательно месяц у нас только начался в этом месяце будет много видео в районе 400000 стоит такие автомобили посмотрите выбор есть хотел знаете что сказать toyota пасса вот одно время был прям бум на вот эти автомобили 10 11 года но когда это было в такой автомобиль можно было приобрести представляете за 300 тысяч рублей 300 и в принципе у него было ну довольно неплохое состояние сейчас такой автомобиль стоит от 430 тысяч смотрите вот такие вот мини бусики 410 тысяч рублей наподобие хайджета но на мой взгляд такое знаете помоднее что ли его назвать 90 тысяч пробег замена задней двери у данного автомобиля 420 тысяч но они по комплектации тут немного отличаются но они по комплектации тут немного отличаются мобиле у есть выбор да вот два стоит то есть одно время их не было сейчас они стоят сузуки спать к я и так называю еще один ds но смотрите вот наглядный вам пример до ds и к вагон стоят рядом давайте остановимся немножко поподробнее на этом автомобиле потому что хайджеты показывали все показывали такие особо не показывали вот нам даже его открыли но внешний вид что входе тут разбираться по комплектации у него хорошая комплектация есть датчик при столкновения автомобиль идет на роботе коробка передач робот но это что касается робота всегда всем повторял делали небольшую химчистку была механика появились автоматы всем подавай механик был так ребята разобраться бы мне тут как-нибудь появился варик всем подавай автомат опа смотрите прям в ровный пол раза посмотрели какой огромный багажник всем подавай автоматы появились роботы всем подавай вариаторы что дальше появится все будут хотеть роботы не знаю смело прям смело три человека раз два три в полный рост очень огромное багажное отделение видели да я сделал это одной рукой то есть все очень просто раскладывается очень удобно то что две двери и 2 боковые об об все ремни безопасности все как положено здесь есть так вот там очень чистый ковер место нормально прям хорошо здесь место единственное так да сидушка здесь не регулируется это наверное минус очень высокий потолок очень ну и знаете что бросается в глаза сразу бросается в глаза вот эти вот широкие спинки вот сижу сзади как не знаю где в плане обзора да мне никакого нет все на крутилках все очень дешево все очень просто пласть подстаканник дуйка об об посмотрите в каком состоянии двигатель я не знаю какой пробег на данном автомобиле но я вижу слышу то что двигатель работает как часик 420000 у него на роботе есть система 2 н называется кто знает что такое сейчас узнаете что это такое вот она ведь и 2 н включена датчик при столкновении отключается анти и us 2 н 4 воды с кнопки корректор фар 2 н выключили включили в общем это такая система которая позволяет автомобилю роботу трогаться со второй передачи именно со второй только не надо грузить полный автомобиль да там забивать его и трогаться со второй передачи по месту в принципе неплохо здесь но как в хайджете я назову это так руль идет обычный все по стандарту печка конец что касается кондиционеров много звонков да там сань саня по комплектации там кондиционер есть кондиционер есть во всех автомобилях не встречал и да я встречал такого то что не было розетки 12 вольт автомобиле это если честно я сам был удивлен вот но кондиционер кондиционер есть везде ручник вот полочку какая пепельница вот хоть же это до мазды бонги там еще пепельницы остались а так японцы от этого конечно ушли уже давно и правильно будем за здоровый образ жизни да ребят вот такой вот интересного плана автомобиль друзья но видео для вас отснял вот надеюсь кому-то это будет полезно да что ты будешь делать прилетела эта штука вот еще раз повторяю у нас будет все по порядку да кейкары седаны хэтчбеки микроавтобусы универсалы большие микроавтобусы джипы то есть возьмем все месяц только начался у нас нас очень много времени поэтому говорю будет такой мини-сериал подписывайтесь на канал всем спасибо кто смотрит до конца всем спасибо кто пишет комментарии всем огромное спасибо за поддержку обязательно пальцы вверх всем пока